В эфире нашего телеканала мы продолжаем рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны. Героем сюжета в этот раз стал Анатолий Васильевич Милицин. Книгу воспоминаний о жизни, о войне, о семье ветерана, которого уже нет в живых, выпустили в свет его родственники. У них давно появилась идея перенести записи воспоминаний отца из рукописного варианта в печатный. Однако реализовалась эта задумка лишь в год празднования 70-летия Победы. Эти три книги, они остались у меня, потому что я самая младшая дочь, это его рукописная. Отец начал писать о своих родителях, о своем детстве и потом война. Мы уже давно хотели книгу издать, но, сами понимаете, это все дорого. Я позвонила брату, а он мне говорит, а я хочу тебе сюрприз сказать. Какой? А я отдал книгу печатать уже. Я говорю, как, мы тут собираемся, и ты давай уже решим, кто будет. Он говорит, а я уже отдал. Краткие воспоминания о жизни Анатолия Милицына уложились на 180 страницах журнального переплета. Анатолий Васильевич родился десятым из 11 детей в семье. Детство было непростым. Войну встретил, когда на руках были уже свои дети, младшему из которых было всего пять дней. Меня с матерью забрал с роддома, не говоря матери, почему рано он забирает нас. А когда пришли домой, он сказал, все, я вас привез домой, а теперь я, говорит, ухожу на войну. И все. И так пять дней мне было. Пяти дней я остался без отца, потому что он ушел на фронт воевать. И мать наша осталась на руках у нее. Я пятый ребенок. Пять детей осталось. Жили мы в то время в селе Половинном Курганской области. И вот всю войну мы там прожили. Отец вернулся в 1945 году, в ноябре месяце. Конечно, я его не узнал. Приезжал он в отпуск до 1945 года. Все дети кинулись к нему, что отец приехал с фронта. А я думал, это какой-то дядя приехал. И просто к нему не пошел. Но когда мне объяснили, что это твой отец, тогда я и пошел к нему. В 1948 году семья Милицыных переехала в Копейск, где больше 10 лет Анатолий Васильевич работал на заводе имени Кирова. Книгу воспоминаний писал в период 1971 по 1974 годы. В 1978 Анатолия Васильевича не стало. Тем не менее, его близкие и родственники, многие из которых живут в разных городах, между собой дружны, часто общаются и по мере возможности встречаются. Одна из таких теплых встреч состоялась как раз благодаря выпуску долгожданной книги. Здесь много моих братьев, сестер, с которыми я не виделся. Ну, с некоторыми вообще не виделся. Потому что последний раз я был здесь, в Копейске, в 1976 году только. Ну, так получилось. А сегодня мы встретились, конечно, благодаря тому, что появилась эта книга. Я очень благодарен дяде Володе и Людмиле за то, что они приложили усилия для того, чтобы сдать эту книгу. У меня, конечно, Людмила мне передавала рукопись этой книги. Я читал с удовольствием, знаете, зачитывался. Дед, он талантливый человек был. Он писал, считая литературным языком, хотя, в общем-то, образования литературного у него, конечно, не было. Но когда мы уехали на Украину, он писал письма моей маме. И мама всегда первая читала эти письма, а после нее читал я. Поэтому его почерк мне знаком и родной. Потому что по этим письмам поэму можно было составлять, когда очень интересно было читать, как они здесь живут. Он настолько подробно все писал, что я сам был маленький, еще мне было интересно читать. Я тоже внес свой небольшой вклад совсем. Вот такой журнал «Новый орел» выпускается в Орле. Здесь все статьи посвящены воинам, здесь воспоминания. Ну и вот небольшая статья, которую получилось так, что с моей подачи в журнале опубликовали. Книга записи краткого содержания воспоминаний о моей жизни была напечатана тиражом в несколько десятков экземпляров, большинство из которых предназначены для родственников Анатолия Милицина. К слову, в семье Анатолия Васильевича родилось семеро детей, 16 внуков, 25 правнуков и 14 праправнуков. Уже в скором времени опубликованные воспоминания ветерана станут доступны и Копичанам в стенах Краеведческого музея.